Задачи предстоящей недели обсудили на аппаратном совещании в администрации ЗАТО Фокина. Заседание с участием руководителей структурных подразделений провёл глава городского округа Александр Баранов. Очередное аппаратное совещание в администрации ЗАТО Фокина началось с приятного момента. Глава городского округа Александр Баранов поздравил с 70-летним юбилеем оператора эфира Тихоокеанского телевидения Геннадия Васильевича Меньшикова За многолетний добросовестный труд и в честь дня рождения старейшему сотруднику предприятия вручили благодарственное письмо и памятный подарок. Надеюсь, что сюжет у нас будет все лучше и лучше. Спасибо. Иначе вам всяких успехов. От праздничных поздравлений перешли к решению насущных проблем. В числе важных тем по-прежнему набор добровольцев на военную службу по контракту. Кроме того, 1 октября в России стартовал осенний призыв на срочную службу. В войска планируется набрать 130 тысяч граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет. Вопрос призыва будет проходить очень жёстко. Никаких послаблений не будет. Участковых мы заставим КЦКСО работать и приводить вот этих граждан, которые уклоняются от военной службы, от исполнения своего гражданского долга для военной службы. Далее обсудили вопросы подготовки территории к предстоящему осенне-зимнему периоду. В частности, речь шла о готовности инженерно-технической инфраструктуры городского округа и жилищно-коммунального хозяйства в целом. Во-первых, особенности Приморья – погода может поменяться в любой момент. И поэтому подготовка к эксплуатации инженерно-технической нашей инфраструктуры, нашей обслуживающей компании, которая – транспорт, АТП, лошковод, дороги – всё это дело сейчас под особый контроль. На этой неделе будет проверена готовность к запуску котельной и инженерных тепловых сетей городка Руднево. Дано указание обратить особое внимание на безопасность муниципальных автомобильных дорог в зимний период. Коммунальным службам следует заранее позаботиться о противогололёдных средствах и исправности снегоуборочной техники. Нашу управляющую компанию опять поставить бочки с песком, возобновить на грунтовую дорогу. Там можно насыпать кучу шлака или чего-либо для подсыпки водителями в случае неожиданного пробуксового. В вопросе благоустройства и санитарного состояния территории был сделан акцент на содержании контейнерных площадок. Вновь отмечены нарушения. Площадки не убираются, вокруг разбросан мусор. Грязно. На виновных будут составлены акты. Нерадивых хозяйственников накажут рублём.